Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапа-Регион. В студии Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Единороссы провели прием граждан по различным вопросам. Стихийные рынки на курорте ликвидируют. Премьер-министр Дмитрий Медведев провел селекторное совещание об итогах подготовки предприятий ЖКХ и энергетики к работе в осенний-зимний период. В разговоре приняли участие зампредседателя правительства Дмитрий Козак, министр энергетики России Александр Новак, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень, руководители всех субъектов страны, в том числе губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. В августе Кондратьев провел совещание с главами городов и районов края, на котором поставил задачу завершить подготовку к отопительному сезону к 1 октября. По данным муниципалитетов, все объекты теплоэнергетики были своевременно подготовлены к работе в зимний период. В Анапе городскими властями решены наиболее острые проблемы, которые могли стать препятствием нормальному прохождению отопительного периода. С теплом дома в Киблерова собирается недоимка по платежам за газ. Не забывайте, своевременная оплата населением за потребленные ресурсы – немаловажная составляющая общего благополучия города. И к другим новостям. 1 декабря по всей стране «Единая Россия» открыла свыше 10 тысяч площадок для приема граждан. Партийцы провели прием населения во всех 85 регионах страны. В Анапе такая площадка функционировала в течение дня в библиотеке на улице Крымской. В день своего основания единороссы по всей стране принимали граждан и стремились помочь в решении их проблем. Анапа, разумеется, не стала исключением. Просьбы самые разнообразные, но в основном, конечно, людей интересовало это социально-бытовые условия. Это обеспечение водой, обеспечение газом, обеспечение теплом, благоустройство, дороги, тротуары. Часть решалась конкретно во время приема. Кому-то надо было оказать помощь в ограждении, ветеранам. Сразу принимались решения. В этот день в общественную приемную «Единой России» обратились 104 человека. Встречи с населением провели не только депутаты, но и руководители структурных подразделений администрации, других ведомств. Конечно, не все вопросы мы можем решить, но объяснить и дать возможность еще раз вернуться к этим вопросам и поработать над их решением, разъяснить людям, наверное, это самое главное сегодня, чтобы услышать людей. Проблемы горожан давно волнуют представителей анапского филиала партии «Единая Россия». Итоги приема подвели в рамках круглого стола, где определили новые цели и задачи, а также обсудили проблемы анапчан и возможности их решения. Как идет реализация указов президента в социальной сфере Краснодарского края? Сегодня обсудили на совещании под руководством вице-губернатора Анны Меньковой. Глава Анапы Сергеев и заместитель главы Людмила Мурашова, курирующая социальную политику курорта, приняли участие в этой работе. В сфере здравоохранения один из основных кадровый вопрос. В Анапе в течение года по программе «Земский доктор» пришли 29 молодых врачей. Это один из самых больших показателей в крае. Каждый сельский медик получил миллион рублей подъемных. Есть одно увольнение. Глава Анапы Сергей Сергеев поручает разобраться в причинах. В особой заботе государства нуждаются люди с ограниченными возможностями здоровья, например, в помощи при трудоустройстве. До конца года в Анапе будет создано 20 специальных рабочих мест для инвалидов. При плановом показателе 13. Хотел бы отметить и поблагодарить за положительную качественную работу в этом направлении Анапу, Новороссийск, Елиск, Курганинск, Тимошевский, Тиховецкий район. Они не только выполнили свои показатели, но и взяли дополнительные обязательства на себя. Еще один важный вопрос – дорожная карта по ликвидации актуальной очереди в детские сады и строительство новых школ. Людмила Мурашова докладывает Сергею Павловичу, что стратегия развития дошкольного и школьного образования дорабатывается и будет представлена ему в течение недели. И дает поручение начальнику управления образования включать все ресурсы для решения детского вопроса. У нас следующий год приоритет до 3 до 7 лет у нас остается. До пятницы я вас просила по дорожной карте детских садов и по школам дать мне полную карту. Уделить внимание некоммерческим детским садам. Речь идет о помощи в получении лицензии на ведение образовательной деятельности. Такие частные детские сады впоследствии получат краевое финансирование и соответственно уменьшится родительская плата. Центробанк планирует в 2016 году ввести новый коэффициент для расчета стоимости ОСАГО. Цена страховки вырастет для нарушителей правил дорожного движения. При расчете стоимости ОСАГО учитывают 8 коэффициентов. Среди них стаж водителя, мощность автомобиля. За безаварийную езду в течение 10 лет водитель может получить скидку в 50% при оформлении ОСАГО. А за грубое нарушение правил страховки заплатить в полтора раза больше. В преддверии новогодних праздников предприниматели стараются не упустить возможности заработать денег. К сожалению, не всегда это происходит в рамках законодательства. Однако на курорте с несанкционированной торговлей продолжают бороться. Стихийные рынки продолжают появляться на курорте в самых неожиданных местах. Казалось бы, ярмарки привоз функционируют на выгодных условиях. Но предприимчивые граждане и чаще всего это перекупщики самовольно устанавливают лотки, где придется. А то и вовсе торгуют с автомобилем. Разработано постановление, разработаны места схемы дислокации по размещению новогодних ярмарок. Те, кто желали, они обратились, написали заявление. И уже с 1 декабря у нас начинают выставляться предприниматели с красивыми конструкциями, с украшениями к Новому году. И работают по нормативным документам. Для местных жителей, которые выращивают собственную продукцию, для сельхозпроизводителей у нас определены места ярмарок привоз. Они могут выходить туда и реализовать свой товар. И поэтому на сегодняшний день у всех есть возможность работать в рамках законодательства. В администрацию города с жалобой обратились руководители предприятий торговли, магазинов и жители многоэтажного дома, под чьими окнами развернулась бойкая торговля рыбой и фруктами. Рейдовая группа из специалистов управления торговлей и муниципального контроля прибыла в село Супсех. Несанкционированной торговли на курорте не место. На нерадивых предпринимателей составили протоколы об административном нарушении. Им грозит штраф. За повторное нарушение штрафы будут на порядок больше. Торговать без разрешительных документов предпринимателям будет просто невыгодно. По заявлению пресс-службы Российского союза туриндустрии, спрос на турпоездки за рубеж в Россию упал на 50-60%. Причем по всем зарубежным направлениям. Причин несколько. Экономический кризис, нехватка денег у туристов. Усугубилась ситуация напряженная международная обстановка. Наша съемочная группа узнала у анапчан, как они планируют свой отдых и чего ждут от предстоящего курортного сезона. Мы должны сплотиться вместе, чтобы не повлияло ничего. Должны жить дружно, мирно. Вот и все. Вот и весь секрет. Ни желания нет никакого. Мне в России хорошо. Как ездили туда, в Турцию не будут теперь ездить, а будут ездить куда-нибудь в Грецию, на Кипр, в Северную Африку будут ездить. Ну, может быть, в Анапу немножко приедут побольше. Облевяет. Только в лучшую сторону. И мы только рады, что наша Анапа более будет процветать, значит, больше будет отдыхающих. И будет у нас все хорошо. Лучше всех. А вы бывали вообще за границей? Бывала. А еще хотите на полиции? Нет, после такого случая, очень отрицательного, больше я туда не полечу никогда. Ну, конечно, лучше бы, чтобы сюда ехали. Я думаю, это повлияет. По-моему, больше людей поедет сюда. Ну, наверное, увеличится поток. Вы, наверное, так. А вы вообще бывали за границей? За границей нет, не было. А вы все едете туда? У меня нет желания туда ехать. Анапчане вновь вернулись с победой. Образцовый художественный эстрадный ансамбль песни и танца «Солнышко» принял участие во Всероссийском фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Полифония Сердец» в Усть-Лабинске. Несмотря на большое количество участников, а их было около 400, наши ребята вернулись с победой. По номинации «Эстрадный вокал» диплом лауреата первой степени. Также лауреатами первой степени стали Анна Серебренникова и Арина Луспарян. Лауреатом второй степени – Лаура Арутюнян. Поздравляем юных артистов и желаем не останавливаться на достигнутом. А завершает выпуск прогноз погоды. В четверг 3 декабря в Анапе пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 3-4 градуса. Ночью до 5 градусов тепла. Ветер северо-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 10 градусов. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». В магазине доступны и качественные одежды для детей и взрослых, модная школа, новое поступление сезонной одежды. Самое время готовиться к новогодним праздникам. Карнавальные костюмы для взрослых и детей, эксклюзивные вечерние наряды. Будьте в центре внимания. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Магазин «Модная школа» расширяет свои границы. Теперь помимо элегантной школьной формы, здесь представлена коллекция верхней одежды, куртки, плащи, пальто, головные уборы. Большой ассортимент вечерних платьев для выпускниц, рубашек и жилетов для выпускников. Нарядная одежда для дошколят. Новогодние карнавальные костюмы для детей и взрослых. Город Анапа, улица Новороссийской, 281. Жилой комплекс «Крымский вал». Корректор А.Кулакова